Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В России сегодня по оценке Минтруда около полутора миллионов граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Кировская область по данным Кировстата по итогам 20-го года на 13-м месте в стране по уровню безработицы. Средний возраст безработного 40 лет. На поиске нового места в среднем человек тратит 4 месяца. Программа Экономика. Компания, учрежденная ВИАТГУ, стала резидентом Сколково. Волга Термолазер, промышленный центр лазерной термообработки и наплавки, соучредителем которого является опорный ВОЗ, получила такой статус. Это позволяет компании перейти на специальный налоговый режим, участвовать в корпоративных, акселерационных, грантовых программах. Компания работает в интересах крупнейших машиностроительных предприятий Кировской области, МАЯК, АВИТЕК, также для лесоперерабатывающих производств Хольсхаус и Сегежского ЦБК. Налоговики начали выдавать квалифицированную электронную подпись. Этим инспекции занимаются с июля. Менее чем за месяц в Кировской области выдано более 500 ключей электронной подписи. Получить их можно бесплатно юрлицам, ИП и нотариусам. Для этого надо прийти на прием в инспекцию в Кирове или в Лузе, Вятских Полянах, Кирово-Чепецке, Котельниче, Налинске или в Слободском. Использовать электронную подпись, выпущенную удостоверяющими центрами налоговой службы, можно на всех электронных площадках и сервисах. Завершение валюток. Доллар сегодня 73,61 рубля. Евро стоит 86,92 рубля. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM